Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Магазин по продаже установки дымоходов Коминбай. Очередной наш объект. Пару дней назад мы закрывали здесь вопросы по дымоходу. В одном из предыдущих видео вы можете посмотреть нашу работу. Кому, конечно, будет интересно. Сейчас будем запускать каминную топку, вставку, которая в дальнейшем будет отделываться какими-то отделочными материалами. Но это все потом. Сейчас я хочу немножко о ней рассказать и о сборке поговорить. И как она будет работать. Потому что для меня очень важно, как печки запускаются и как они в дальнейшем себя ведут на различные регулировки. За шиберную заслонку, за подачу воздуха. Много очень видео, когда уже все работает, когда все разожгли, все супер, все классно. Но начально, старта именно на ютюбе очень мало. Поэтому сейчас начну ее запускать и походу буду рассказывать, что это за печка. Это Invicta. Это узнаваемый бренд довольно на территории Республики Беларуси. В Европе угловая. Модель называется Invicta for the Anglia. Так, сейчас я вам расскажу, как распаливать первую топку, делать. Дымоходы постоянно холодные. Не важно, какой вы материал используете, либо это будет кирпичный, керамика. Всегда воздушная пробка есть. Ее надо выгнать. Перед тем, как вы заложили дрова, перед тем, как их запалить, надо прогреть дымоход. Как это делается? Шиберную открыли, газетку взяли и подставляете верхнюю часть. И ждете. Сейчас появится такой маленький гул. Слышите постепенно? Вот. Вот после вот этого вот мероприятия у вас не будет потом дым идти в помещение, потому что ни в коем случае нельзя накидать и сразу запалить. Вы закрываете, и дыму некуда деваться. У него стоит пробка и держит. Слышите? Все. Это надо делать всегда. Лето, зима, осень. Постоянно. Вот после вот этого движения можете спокойно растапливать дымоход. Это очень важно. то не будете получать удовольствие. Так, все. Открываем шибер полностью. Шибер и замешиваем вот эту. То есть, дым не должен сюда идти. Видите, его забирает. А если этого не сделать, то сразу все идет, весь дым идет в помещение. Ну, то зависит не от пищи от правильного этажа дымохода. Вы знаете. Все. Сейчас мы закрываем, и вы увидите, как она будет реагировать и как будет коптиться стекло. А стекло здесь постоянно идет подача воздуха вот на этой грани, через эти двери. То есть, здесь вы не регулируете. Только вы можете подачу воздуха регулировать. То есть, шибер в любом случае? До конца? Шибер сначала всегда, до конца всегда. И подача воздуха всегда. Вот это вот, видите, появилась эта влага из-за отсутствия тяги. Сейчас она постепенно начнет, ну, не вся, она начнет уменьшаться. Ну, начнет температуру увеличиваться. Температура, когда увеличивается, стекло начинает очищаться. Или температура больше, здесь меньше. Здесь вот закоптилось оно больше. Это дело времени. Вот все, оно пошло на уменьшение. Видите, все здесь вот. Сказка. Камеру оставляю открытой. Пусть поработает. Вы посмотрите, как он в действии и как себя ведет. Я через полчаса где-то еще сделаю дополнительный обзор вам, для того, чтобы вы посмотрели, как идет регулировка воздухоподачи. Воздухоподачу в камеру сгорания, как регулируются шибера и как будет реагировать пламя на вот эту вот задвижку. Хорошо, конструктивно сделано, ну, просто и довольно эффективно. Все. Вы смотрите, а я пока отключусь. Проверю, пойду в дымоход. Проверю, пойду в дымоход. сейчас прошло минут 15 мы наблюдаем вот на эту красоту и сейчас произведу дополнительную закладку дров что она необходима и при открывании двери ручка еще холодная доступна ни в коем случае дверь нельзя открывать очень быстро очень резко то есть вы должны открывать все постепенно и при открытии двери при нормальном дымоходе дым не должен идти помещение если снова говорю если дым пошел в помещении значит что что то не в порядке либо спички либо с дымоходом поэтому еще дополнительно проведу закладку на этой закладке уже будем мы потом убираться со всеми остальными регулировками все закрываем кстати посмотрим насколько нагревается температура от этой ручки и горение пошло еще минут десять погорит и я закрою первую шибер для того чтобы немножко сэкономить на дровах но сейчас это красиво и и и и После того, как мы начали видео, прошло уже час двадцать, поэтому это третья закладка дров. Закладка небольшая, поэтому, можно сказать, вторая полноценная. Сейчас открыта шиберная заслонка и открыта подача воздуха в камеру сгорания. Будем постепенно перекрывать и будем смотреть, как реагирует само пламя. Я думаю, будет интересно. Сейчас этот ползунок я закрываю. Он закрыт наполовину. Когда закрыл полностью, то есть, немножко притухло, но все равно за счет шибера, почему я говорил, что шибера должны обязательно быть, как правило, во всех каминах и печах. Потому что при помощи него мы можем регулировать уже само горение. Сейчас мы полностью закрыли шибер и полностью перекрыли подачу воздуха в камеру сгорания. При этом воздух здесь попадает через отверстие, которое установлено, сделано вернее, в дверце. Это уже поинтереснее. Видите, что около стекла в этой пограничной зоне пламени нету. Произошло затухание. Но снова же огонь горит довольно активно, поэтому пламя затухает здесь неэффективно. Есть печки, в которой практически затухание происходит на 90%. Здесь нет. Поэтому эта печка рассчитана на то, чтобы приехать, побалдеть, покайфовать и получить удовольствие от нее. Но при этом и этот режим довольно эффективен, потому что есть многие камины, многие печи, которые запускают, там, где практически вообще не реагируют. Но дрова здесь при этом горят довольно медленно и эффективно, можно сказать. Не побоюсь этого слова, потому что за полтора часа, там, не знаю, там пару килограмм, наверное, может, килограмма три максимум ушло дров. Классно, горит красиво. Давайте открывать постепенно. Я, если честно, начну сейчас с подачи воздуха в камеру сгорания. Воздух пошел. И вот шибером начинается, вот такой колорифер включается. Да, ну, так гореть не должно. Печка, когда камин, не должно полностью уходить, все пламя вот в эту трубу. Нет, это неправильно. Поэтому, когда вы начинаете топить, то минимум на 50% должна закрыта подача воздуха в камеру сгорания, а может быть, вообще полностью ее закрывать. Потому что в процессе эксплуатации, уже когда начинаешь эксплуатировать эти печи, находишь тот оптимальный режим, который необходим именно для нее. И также самая шиберная заслонка. А лучше перекрывать, потому что, объясню, здесь воздух все равно попадает через вот эти вот отверстия, которые сделаны на стекле. Тем самым происходит самоочищение стекла. Ну, как я понял для себя, вот это самый оптимальный режим. Шибер практически закрыт на 100%. Вернее, регулировка закрыта на 100%, не шибер. Шибер все равно остается немножко приоткрыт. Ну да, вот это, наверное, самый оптимальный режим для нее. И экономичный, потому что дрова не сильно будет сгорать быстро. При этом, ну, я сейчас, наверное, загорюсь. Очень тепло. Стекла дает большое количество тепла. Да, но здесь вот эта вот побеглость, она все равно есть. Если, не дай бог, вы затопите в этой печке сырые дрова, в этой каминной топке, то стекло у вас будет вот в эти самые слабые места, как я вижу, оно здесь полностью будет закопчено. Вот эта вот полоса будет до самого низа. И то, если вот, когда я произвел последнюю закладку дров, угли распределил ближе вот в эту вот пограничную область, ближе к стеклу, то вот эта вот побеглость, она уменьшилась. Но все равно началось затухание, и она появилась. То есть, никуда вы от этого не дернетесь. И видно это вот здесь, видите? Потому что здесь самое далеко от пламени, от огня. Тепло, да, очень тепло, очень хорошо греет. Свою функцию выполняет, классно. Супер. Ну, мне нравится. И вот только печка начала менять свой цвет. Так, теперь давайте я пробью по температурам. Если у меня прибор волшебный, называется пирометр. Да, печка своих денег стоит, топка, вернее, своих денег стоит. Ну, красиво. Да, красиво, комфортно. Уютно будет в этом доме при помощи этой топочки. Так, давайте я пробью. Так, вот такой пирометр. Очень много, я смотрю, обзоров, когда есть, пробивает пирометрами по топке, бегают. Немножко, ну, я считаю, что неправильно делают сами замерщики, да, кто производит замеры. Объясню, почему. Вот на вот этих вот китайских пирометрах, да, неважно, китайские или импортные, вот это вот EMS, это коэффициент погрешности. Для каждого материала здесь устанавливается своя цифра. И, говорю, на многих обзорах я вижу, что таким вот пирометром бегают по всему. По кирпичу, по стене, да, даже по нержавейке. Хотя нержавейку он вообще не ловит. Так как нержавейка зеркальная, ну, корректным считать нельзя. Для этого надо контактные пирометры использовать. По стеклу, по топке, да, всё работает в одном режиме. Нет, именно вот в этом пирометре для металла, айрон, это ставится 0,070 коэффициент. Для каждого материала это отдельно. Если мы возьмём там брик, кирпич, то это в районе 0,90-0,85. Поэтому обязательно вот эти вот циферки надо менять. Поэтому для железа 0,70, давайте начну замерять. Сейчас в верхней зоне температура 406, ну, в районе 400 градусов. 350, 300... 196, в районе стекла 200 градусов, грубо говоря, 200-200. А на задней стенке... 360, 300... Внизу в районе 340 градусов держится. И боковая стенка тоже 340 градусов. Средняя температура где-то до 300 до 400 градусов, в зависимости от того, в какой месте мы замеряем. Ну, это средняя температура, как правило, так все топки показывают. Всё, и давайте сейчас стену замерим. У неё расстояние 15 см вот от этой точки. Поменяем здесь показатель. 0,9. 140, 150, 160. И всё дальше. Вот это самая горячая точка, потому что здесь у нас, соответственно, тоже самое горячее, в районе 400 градусов. Но здесь температура стены нагревается 130-140 градусов. Поэтому обязательно надо защищать, ни в коем случае так оставлять нельзя. Оделочных материалов очень много. Но даже внизу вон, под топкой 86-87-79 градусов. Тернать температура довольно большая. На этом я свой обзор заканчиваю. Топка стоит своих денег, да, стабильно, 100%. Довольно красивая за счёт того, что вот эта вот грань угловая в стекле. Но смотрится довольно хорошо. Ну и богато. Всё, монтируйте дымоходы правильно. Так, нет, не всё. Хочу показать ещё вам по сборке дымоходов. Смотрите. Обратите внимание, труба собрана по конденсату. С учётом своего там опыта уже, какой-никакой он у меня есть, пришёл к тому, что система должна собираться по конденсату. Именно вот этих вот патрубков. То есть, не одеваться наружу, а именно вставка должна входить вовнутрь. Почему? Объясняю. Конденсат всегда есть, вы от конденсата никуда не денетесь. Вопрос в его количестве. Когда печка греет, всё классно, всё суперкомфортно. Но после того, как на ночь, например, вы протопили вечером, ночью приходите, а у вас начинается запах. Вы не можете понять откуда, почему он есть. Объясняю. Конденсат, температура начала уменьшаться, вот начинает заливаться вот сюда. Вы никуда его не денетесь. Потому что вот эта система вся собрана по конденсату. А если вы его соберёте не по конденсату, то он у вас вылезет где-то в другом месте на стыке. И он течёт у вас вниз, 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 вниз. А здесь патрубок собран по дыму. Почему собирают по дыму? Объясняю. Во-первых, многие даже не имеют представления, как его соединить. Это именно касается продавцов и монтажников. И самих производителей. Они не будут вам говорить, что его надо собирать по конденсату. Объясню почему. Потому что когда вы начнёте всё собирать по конденсату, без опыта, без определённых каких-то дополнительных материалов, начинает загружать полностью весь дымоход. То есть, стояк там 7-8 метров 200 на 300 трубы весит в районе 150 килограмм. И весь стояк полностью грузят на вот этот вот патрубок. И когда потребитель просто начнёт собирать всё по конденсату и начинает загружать вот этот вот элемент чугуны, топки начнут просто лопаться. От этого вы никуда не уйдёте. То есть, это есть, это будет. Но пока это будет, у меня будет работа. Поэтому продавцы об этом будут умолчать. А когда вы собираете её наружу, распределение идёт нагрузки, именно столбового давления, по-другому, чем внутрь. Потому что металл всё равно расширяется, и нержавейка расширяется, и чугун имеет минимальное расширение. И если вплотную его соединить, то просто возможно расширение металла, и здесь появится трещина. Это уже не гарантийный случай. И вы продавцу ничего не предъявите, потому что он скажет вам, что вы собрали топку просто неправильно. Поэтому вот этот вот узел зависит полностью от опыта монтажника. Есть ещё ударка у производителей. Я встречал, ещё не монтировал, правда, патрубки противоконденсатные. Это идёт ставочка в районе 12 сантиметров. Она вставляется здесь по дыму, а с обратной стороны, вот этот вот первый утеплённый, вернее, голый участок трубы, вставляется в неё вовнутрь. У неё сделана там отбортовка таким образом, что в ней собирается конденсат. Ну, скажу так, отбортовочка очень маленькая, а количество конденсата здесь может быть, ну, не может быть, оно будет гораздо больше, чем вот это вот количество, отведённое под конденсат. Поэтому, говорю, собирается надо именно по конденсату. Очень много видео по этому есть. Там и, если вы посмотрите иностранные сайты, да, в Англии, где печное отопление очень развито, потому что у них в квартирах стоят, особенно центр, в квартирах стоят печи, да, очень большое количество. И у них собирается вот эта сборка только по конденсату. Особенно те, кто занимается этим очень давно. Рынок очень большой у них, именно печное отопление. У них все сборки идут по конденсату вот таким вот способом. Это уже о чём-то должно говорить. Если вы как потребитель, вы сами собрались монтировать, ну, скажу так, вот этот узел вам будет тяжело поставить, потому что здесь надо дополнительную изоляцию поставить, и вот эти вот переходы, они изготавливаются под заказ. Их готовых вариантов нету, потому что каждый топка, у них разные идут выходные патрубки, разный диаметр. То есть, вначале это может быть, даже здесь заявленный диаметр 200 мм, но здесь 200 мм нету. Здесь 196-198, а внутренний идёт там 180-185, в зависимости от того, где замерять, либо в начале, либо в конце. Поэтому этот узел, он довольно ответственный и довольно грамотно его смонтировать надо уметь. И представьте, что вы закрыли здесь всё, да, у вас классно, вся отделка, уже всё сделано. И когда у вас пойдёт эта вонь, из-за того, что конденсат потечёт вот по этим вот ребрам, по этой верхней камере, это будет очень некомфортно. И на этом у вас удовольствие вы перестанете получать. Да, он течёт, но он течёт вовнутрь. Это уже другая песня. Его видно, вы его можете пощупать. Здесь вы с ним ничего уже не сделаете, потому что вы полностью закрыли. Всё. И обязательно вот этот узел, он один из самых важных. Потому что нельзя без этих узлов насадные дымоходы, именно каминные, ставить без разгрузочных площадок. Обязательно должны быть разгрузочные площадки. Потому что если вы её не ставите, идёт нагрузка вот на эту трубу, её просто может сложить. Складывает её когда? Когда, не дай бог, загорается сажа. Это и есть, никуда вы от этого не денете. И не важно, какой у вас металл будет. Либо чёрный здесь стоять, двухмиллиметровый, либо миллиметр. Всё выйдет из строя. Всё. С вами был Дмитрий Михайлов. Магазин по продаже дымоходов. Их установки. Комин. Бай. Заказывайте у меня дымоходы. Звоните, консультируйтесь. Могу вам сразу не ответить в силу своей занятости. Но я, как правило, перезваниваю. Если не перезвонил, наберите. Не ленитесь. Я обязательно отвечу. Набирайте на Viber, WhatsApp. Доступ есть. Звонят очень много, консультируются у меня с Российской Федерацией. У них рынок очень большой. И это радует. Всё. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Всем хорошего настроения. Ну и, конечно, уюта и комфорта в вашем доме. Счастливо.